МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем российский горняк немецкого удивит? В Екатеринбурге состоялась встреча студентов Райбергской горной академии и студентов Уральского государственного горного университета. В Москве в Международном центре торговли прошел саммит глобальной энергии. Ни для кого не секрет, что именно энергоресурсы являются основой развития национальной экономики. Международную практику в этой сфере обсудили ученые из девяти стран мира, лауреаты Международной премии глобальной энергии. Что такое умная энергетика, рассказывает наш корреспондент. Тема дискуссии энергетического саммита – «Вечный двигатель от научной фантастики к инновации века». Однако это скорее красивое название, чем предмет разговора. Энтузиасты заблуждающиеся, так называют ученые тех, кто верит в создание вечного двигателя. Подобный механизм противоречит первому и второму законам термодинамики. «Само понятие вечного двигателя, оно все-таки относится к двигателю, который делается в какой-то изолированной системе. Так? Ну, скажем там, если Земля полностью изолирована от окружающей Вселенной, вот здесь вечный двигатель невозможен. Но если в эту систему, где вы делаете свой двигатель, есть какие-то притоки энергии извне, то вполне возможно, что можно как-то эти притоки энергии преобразовать в полезную работу». Мечтать о создании вечного двигателя участники саммита не стали, а обсудили реальную ситуацию в глобальной энергетике. По мнению ученых, на данный момент альтернативу атомной энергии найти проблематично. Возобновляемые источники энергии – вода, солнце, ветер – ресурсы практически неисчерпаемые. Однако, например, на берегах Северно-Ледовитого океана зеленую энергетику развивать крайне сложно. И здесь нужно учитывать географию каждой страны. Между тем, по мнению присутствующих в России, коэффициент полезного действия всего энергетического хозяйства оставляет желать лучшего. Для его повышения необходимо развивать перерабатывающие отрасли. На этом и строится умная энергетика. «Это надо делать так, чтобы не только водородная энергетика была умной, но умной должна быть и добыча, транспорт и переработка нефти, добыча, транспорт и переработка газа, угля и так далее. Над чем нам надо думать – это над коэффициентом полезного действия той машины, которая называется «Россия». В том, что глобальная энергия не вечно ученые солидарны. На саммите прозвучало мнение, что уже очень скоро, лет через 15-20, развитые державы должны будут поделиться ресурсами со странами третьего мира. Александра Стрельникова, Данил Свидерский, телеканал «Просвещение». На ТВ, а потом в МГИМО. Тысячам школьников нашей страны создатели этого проекта дали уникальный шанс. В этом году одной из самых первых олимпиад для школьников программе «Умницы и умники» исполняется 20 лет. О том, как это событие отметили в МГИМО, рассказывает наш корреспондент Ольга Афонина. Кстати, когда-то и ей пришлось выбирать одну из трех дорожек, будучи участницей этой программы. Университет МГИМО. Одни считают его вузом для золотой молодежи, другие – просто мечтой. Когда-то мечтой он был и для вашей покорной слуги, но однажды стал реальностью. А все началось с интеллектуальной игры, главный приз которой – поступление в один из лучших вузов страны. Сегодня программе «Умницы и умники» 20 лет. Поздравить любимую программу собрались сегодня участники всех ее сезонов. Даже те, которые играли 20 лет назад. На этом видео 1994 года умник Ренат Бекин выступает в финале программы и говорит на китайском языке. Нам он признался, что в далеком 1994-м думал, что аббревиатура МГИМО означает «Институт механики и оптики». Но выиграть это не помешало. Сейчас я работаю много где, но, наверное, из-за того, что близко к каналу просвещения – это Казанский федеральный университет. В МГИМО я тоже работаю на четверть ставки. Я здесь преподаю. Как-то не хотелось разрывать связь с Армаматор. А в Казанском университете я заведующий кафедрой регионоведения и исламоведения. Екатерина Зверева и Николай Капустин только поступили на первый курс. Им нужно учить иностранные языки, историю и право. Но они уже мечтают стать, по крайней мере, чрезвычайными послами. Я поеду в Китай. Заключен очень важный договор. Меня назначат послом. Потом я стану министром. А потом, как получится. А она будет моим персональным юристом. Да. Мы уже обо всем договорились. Умники удивляют. Зрители часто задают вопрос. Как дети могут столько знать? Ведь вопросы ведущего всегда настоящие загадки. Загадка такая. Выйдет из темных и мрачных пещер то, что повергнет человеческий род в великие муки опасности. В первые годы программы зачисляли только пятерых победителей Олимпиады. А вот в 2012-м уже восемь школьников были приняты студентам ГИМО. И еще девять получили льготы для поступления. За годы существования программы в вузе сложилась целая культура умников. Не случайно иногда шутят, что буква «У» в его названии означает не университет, а умники. Эти ребята всегда выделяются из толпы во время учебы. Многие даже заканчивают университет не только с красным дипломом, но и с медалью. Но самой ценной наградой для участников программы является орден умника, который дают во время игры за правильный ответ. Герда Кубертен сказал, что главное не победа, а участие. Он слукавил. Потому что, конечно, победа – это самое главное, особенно для молодого и рвущегося вперед человека. Но победа должна быть отмечена. Лучшего ордена, по-моему, ничего нет. Юрий Вяземский признается, что придумал программу когда-то просто потому, что ему это было интересно. А сейчас он понимает, что она, порой, единственный шанс для ребят со всей России воплотить свою мечту в реальность. Очень признателен и МГИМО, и этой программе за то, что они действительно дали путевку в жизнь, как сегодня много говорилось. Позволили мне стать тем, кем я сейчас являюсь. Но я ни на минуту не забываю, что все начиналось тогда, 20 лет назад, с той самой телеграммой, действительно бумажной, присыланной по почте. По старой традиции школьники до сих пор по почте отправляют письма с ответами на задания, которые дают ведущие. И им так же, как и 20 лет назад, приходит телеграмма-приглашение. Вот она, та самая телеграмма. Студия Юрия Вяземского приглашает вас принять участие в съемках программы «Умницы и умники». Это настоящий символ того, что мечты о поступлении даже в самый престижный вуз когда-то сбываются. В Екатеринбурге в рамках перекрестного года Германии в России состоялась встреча студентов Райберской горной академии и студентов Уральского государственного горного университета. Чем удивляли российские горники немецких? Об этом в следующий сюжет. Две недели на знакомство с культурой и традициями России, нефтяными компаниями и университетами. С такой целью отправились в поездку 12 студентов и два профессора Фрайберской горной академии. На пути их следования оказался город Екатеринбург. Немецкие гости с удовольствием приняли приглашение от студентов Уральского горного и посетили геологический музей. Мы здесь с нашими студентами нефтедобывающей отрасли. Нефтедобыча – вопрос международный. Нам интересно посещение стран, в которых представлена эта отрасль. Но, конечно, мы также хотим по максимуму узнать о культуре, еде, о том, как они живут, учебном процессе и все эти вещи. Мы воспользовались возможностью приехать в Екатеринбург и посмотреть на ваш университет, который достаточно популярен. Мы горняки, и поэтому мы здесь. Мы получили удовольствие от города, музея и вашего внимания. В музее делегацию ждал сюрприз. С экрана телевизора они увидели своих одногруппников и коллег из университета, которые были здесь летом. Это, несомненно, порадовало и удивило гостей музея. Это действительно круто, потому что ты знаешь этих людей, видишь их в официальных ситуациях и дающими интервью, и думаешь, что они здесь делают. Для профессора Рич визит в музей оказался особенно интересным. Он увлекается астрономией, поэтому по-настоящему оценил богатую и разнообразную коллекцию метеоритов. Мне больше всего понравилась коллекция драгоценных камней в золотой комнате. Они были очень красивых оттенков. И зеленый малахитовый столик. Но больше впечатлили метеориты. Я увлекаюсь астрономией. Было очень захватывающе наблюдать такую коллекцию. Большое впечатление на всех произвела и золотая комната. Здесь собраны уникальные образцы самородного золота, платины, серебра и уральских алмазов. Гостей из Германии впечатлили не только изумруды и малахиты, их продолжают удивлять и русские девушки. Очень забавно. Ты видишь много девушек в коротких юбках и на высоких каблуках. В Германии это не так. Мы все смотрели по сторонам и очень удивлялись. Самое ценное в таких встречах – это эмоции и знания от общения с людьми. Этого не прочитаешь в книжке, не увидишь по телевизору. Это можно только прочувствовать. Россия, Германия. Стираем границы. Мир образования, науки и культуры бесконечен, а наш выпуск, к сожалению, нет. Далее вас ждет прогноз погоды. А мы прощаемся. Увидимся, когда наступит наше время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова